В последнее время дефицит воды стал актуальной проблемой, поэтому необходимо подготовить специалистов для этой отрасли. Так сказал министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов, который прибыл в Жамбулскую область. Министр также подчеркнул необходимость реализации водосберегающих технологий и укрепления сотрудничества с зарубежными государствами. Глава Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов в первую очередь посетил Тараский региональный университет имени Мухаммеда Хайдара Дулати. Здесь он ознакомился с научными трудами и достижениями ученых. Затем министр увидел оранжерею, расположенную рядом с университетом. Здесь сейчас с помощью специального удобрения выращивают огурцы, помидоры, клубнику. Одной из особенностей является то, что данное удобрение помогает экономить воду, увеличивать объем урожая. Финансирование мое. Проект в СССР, в ДВЕРГ, министры от СССР. Министру также был представлен проект по очищению грязной воды. Сейчас данная техника проходит практику. Если проект окажется успешным, он может быть введен в эксплуатацию в будущем. Кроме того, Нуржан Нуржигитов побывал в университетской библиотеке и посмотрел концертную программу студентов. Глава ведомства также принял участие в форуме вузов университета Дулати «Новый шаг в будущее». В нем министр доложил о планах работы нового водного кодекса. В нашу страну 45% воды поступает из других государств. В этой связи министр сказал, что мы должны укрепить с ними трансграничное сотрудничество. Он также подчеркнул, что необходимо готовить специалистов в водной сфере. Ознакомились с подготовкой специалистов в сфере водного хозяйства. Важно поднимать уровень преподавания и обучения. Прекрасно знаете, в советский период в городе был гидромиллиоративный институт. Сейчас есть НИИ водного хозяйства в Таразе. Необходимо применять водосберегающие технологии, отметили в ходе мероприятия. В целях дальнейшего решения данной проблемы по стране будет построено 20 водохранилищ, 15 планируется реконструировать.